Здарова народ! Сейчас мы с вами посмотрим на самые редкие бруталити в Mortal Kombat 11. Редкие в том смысле, что играя в Комбат Лигу, вы вряд ли их увидите, потому что часть сложны в исполнении, где-то слишком большой риск, а некоторые банально выполняются спецприемами, которые игроки берут крайне редко. Но в игре есть такие анимации, которые возможно некоторые даже не видели, если конечно не искали эти бруталити целенаправленно. Вот на них сейчас и посмотрим, погнали! Небольшое предисловие. Почему на мой взгляд некоторые бруталити мы видим реже других? Потому что часто по противнику видно, что он хочет выполнить бруталити, и мы не даем ему этого сделать. Но это конечно касается обычной игры в онлайне, в лигах. То он постоянно пытается тебя схватить, то под конец начинает спамить каким-то спецприемом, как будто заряжая добивание. И порой вот этот момент, когда противник уже уверен в своей победе и хочет закончить поединок эффектно, очень хорошо читается. Несколько раз меня это прямо спасало. Читать вообще полезно, не только противников, но и книги конечно же. Если вы, как и я, любите мрачное фэнтези, то советую обратить внимание на роман Наоми Новик «Первый урок Шаламанчи» от моего любимого издательства Exmo. Это история про школу магии, которую в хорошем ключе сравнивают с миром Гарри Поттера. Только более взрослая, жестокая, как мы любим, но при этом не лишенная уместного юмора. Книга легко читается и увлекает динамичным сюжетом. Это не столько про то, как юные маги учатся кастовать Патронус, но о том, как им приходится выживать в мире, где опасность поджидает на каждом шагу. Даже само издание пропитано магией, ведь на каждой странице свой магический символ. Книгу «Первый урок Шаламанчи» и другие можно купить в интернет-магазине «Читай город». Их доставят в любой уголок страны. Удобный для вас пункт выдачи или в ближайший магазин «Читай город». В таком случае доставка будет бесплатной. По моему промокоду КУЛЬТ25 вы получите скидку 25% на все, кроме предзаказов. Но торопитесь, промокод действует до 14 мая. Переходите по ссылке в описании, заказывайте «Первый урок Шаламанчи» и другие книги, которые вам интересны. Обязательно используйте промокод и читайте. Первая бруталити, о котором я хочу поговорить, это то добивание, когда Джакс внезапно увеличивается в размерах и давит противника ногой. Думаю, многие помнят, что в третьей части у него было такое же фаталити. Как ни странно, каких-то особых условий для выполнения этого бруталити нет. Нужно, чтобы Джакс накопил тепло в руках и, удерживая кнопку, попал в противника огнем через всю арену на полном экране. В случае успеха Джакс внезапно увеличится и раздавит противника. Да, это может выглядеть странно, но те, кто играл в свое время в третью часть, уж точно должны узнать отсылку на старое фаталити Джакса. Это даже не отсылка, а прямо ремейк. Вроде никаких суперсложных условий для выполнения нет, да и спецприем используется базовый, но тем не менее, я никогда не видел, чтобы эту бруталку выполняли во время игры. У Рейдена тоже есть бруталити, которую увидишь не часто, но тут дело именно в спецприеме. Чтобы выполнить добивание «ГНЕВ БОЖИЙ», нужно дать противнику Мерси, то есть сначала пощадить его, а уже потом добить усиленным спецприемом суперразряд. Но вряд ли вы часто видели такое, потому что этот спешл Рейдена заменяет его базовый полет, да и большинство игроков на Рейдене берут себе Искропорт и Буревестник. Многие вполне резонно считают, что нет смысла заменять обычный полет Рейдена вот этим разрядом, оттого и бруталити встречается нечасто. Давайте дальше. У кого из бойцов есть очки за 500 баксов? Верно, у Джонни Кейджа. Но несмотря на стоимость, он не боится использовать их, чтобы ломать лица противников. У него есть фановая бруталити, когда Джонни кидает очки в лицо противника, они остаются на последнем, но внезапно появляется зеленая энергия, которая уничтожает голову врага. Тут вообще нет никаких особых условий, просто нужно попасть очками на максимально возможной дистанции, примерно на расстоянии двух дэшей. Тем не менее, эта бруталити считается одним из самых редких, наверное, потому что в реальном бою очень сложно добить противника именно таким образом на нужной дистанции. Есть одно действительно очень редкое бруталити, о котором часто забывают. А все дело в том, что в комбат лиге вы никогда его не увидите. Максимум в нерейтинговых матчах. Конкретнее, оно выполняется с помощью спецприема Саб-Зиро заморозка земли, ну или ледяная лужа, кому как удобнее. Но этот спецприем не турнирный, и он запрещен в рейтинговых матчах. Хотя само выполнение довольно простое, нужно дважды использовать лужу за время поединка и добить противника этим же спецприемом. А вы помните, что Рейн может бить молнией? В старых играх эта способность была более применима, а вот в 11 части я ни разу не встречал Рейна с таким спецприемом. Он, кстати, называется Пурпурная боль. Ну типа Purple Rain, Purple Pain, короче. Выполняется бруталка тоже просто. Нужно добить противника вот этой тучкой с молнией и удерживать кнопку вниз. Но учитывая, что почти никто не берет в сборку этот спецприем, то и получается, что об этом бруталити как бы все знают, но никто его не видел в матчах. Ну я, конечно, утрирую, но добивание действительно редкое. Да и давайте честно, не так много людей играют за Рейна. То же самое можно сказать про Рэмбо. Вот обращаюсь к тем, кто играет чисто по фану, развлечения ради или даже на ютубе. Вы хоть раз видели такой спецприем у Рэмбо? А он есть. Еще и кастомный. Так вот этот спешл тоже дает бруталити. Нужно просто, чтобы он стал последним ударом и при этом игрок должен удерживать кнопку. В общем, все. Но я почти уверен, что большая часть игроков не то, чтобы бруталити такое не встречали в лигах, а даже сам спецприем. У Джокера есть интересная, довольно редкая бруталити. По крайней мере, я его никогда не видел онлайн. Для его выполнения нужно взять способность парирования ударов с помощью бетси. И, собственно, нужно дождаться, когда противник с минимальным уровнем здоровья атакует вас и тогда использовать это парирование, при этом удерживая кнопку. Ну в моем случае это крестик на геймпаде. Фишка в том, что игроки на Джокере почти всегда берут в свою сборку перчатки, чтобы жонглировать и наносить больше урона, а этот спешл занимает две ячейки. На сдачу, так сказать, берут либо длинный прыжок, либо низкий проджектайл, но крайне редко кто-то использует парирование, а там вон какая сцена есть оказывается. У Эрона Блэка есть возможность бросать динамит в ноги противника, который естественно взорвется спустя время. И здесь авторы тоже сделали бруталити, причем вообще без каких-либо условий. Просто последним ударом должен быть взрыв динамита и нам покажут в каком-то смысле забавную сцену, когда противник, не выкупая что к чему, поднимает динамит и взрывается. Будем честны, у Эрона есть куда более полезные спецприемы, заслуживающие места в слоте. Да и добить противника таким образом, то есть динамитом, который взрывается спустя время, ну крайне непросто. Еще одна довольно редкая штука – это бруталити Фрост, которая по-моему отсылает на Сайрекса из третьей части. В МК-11 у Фрост есть способность перегрузка ядра. Это как бы отложенный удар, который спустя несколько секунд после ввода комбинации наносит урон и противнику, и самой Фрост. Проще говоря, в груди Фрост взрывается ядро, но пока оно заряжается, персонаж может спокойно выполнять серии или защищаться. Так вот, с помощью этого спецприема можно выполнить бруталити, и оно довольно необычное. В случае успеха, после взрыва ядра, уничтожается не только противник, но и сама Фрост. Опять же, никогда не видел, чтобы кто-то использовал этот спецприем в лигах, соответственно не встречал такой бруталити. Ну и напоследок я оставил Гераса, у которого даже есть уникальные ассеты, созданные видимо специально для бруталити. У Гераса есть способность столб из песка, и это довольно популярный спешл, лично я часто встречаю Герасов с таким приемом. Но также у этого спешла есть усиленная версия. Если потратить метр атаки, то вместо столба сначала появятся песочные часы, а уже когда время выйдет, тогда противник получит урон. Конечно, если он будет находиться в радиусе действия спецприема. Так вот, если добить противника именно с помощью усиленного столба из песка, тогда сработает бруталка, и мы увидим, как противника давит огромный кулак из песка или камня, не знаю. Эту бруталку считают редкой, потому что опять же, сложно добить противника таким образом. Таймер стоит довольно долго, и даже маломобильные персонажи могут спокойно уйти. А в какую-то комбинацию спецприем воткнуть еще сложнее, потому что нужно сначала поставить таймер, затем нанести какой-то удар, чтобы противник не заблокировал, и при этом оказался в месте, где по нему попадет песчаный столб. Ну то есть, это как должны звезды совпасть. С другой стороны, если очень хочется выполнить это бруталити, то всегда можно использовать зыбучие пески и приковать противника к определенной части локации, откуда ему будет трудно выбраться. Туда же ставим часы и ждем эффектной сцены добивания. Что же, у меня на этом все, хотя признаюсь, что изначально я планировал добавить еще парочку бруталити. Скажу так, одно принадлежит бараке, другое нубсайботу. Интересно догадаетесь ли вы о каких именно добиваниях я говорю? Если нравятся ролики и хотите поддержать канал, можно сделать это на бусте всего за 10 рублей в месяц, а уже за 49 вы получите ранний доступ к роликам без рекламы, и бот добавит вас в закрытый чат в телеграме. Хотя с чатом стоит подумать, потому что там бывает такой контент, что мне потом стыдно. В общем, ссылка в описании, а я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok